То есть, говоря о психологии реабилитации, я имею в виду те внешние условия, они так-то одинаковые для взрослых и для детей. Это физиология, в общем-то, головного мозга, просто на детях это все жестче и больше объем работы. Хотя для взрослых, которые попали в тяжелые ситуации, это тоже самое характерное. Реабилитация начинает говорить тогда, когда просто лечить уже не получается. Как правило, эта ситуация, когда, допустим, прошло больше месяца или больше трех, в зависимости от степени нарушений, за это время происходит адаптация организма к новым условиям. То есть, например, если, допустим, человек сломал ногу, то в течение месяца он еще помнит, как ходить. Ну, говоря, помнит, то есть, мы головой вообще все помним, но делаем мы подкоркой. И я сейчас говорю про подкорку. То есть, в течение месяца, например, человек с переломом, он помнит, как ходить именно на уровне двигательных навыков. Через месяц он начинает привыкать к тому, как он ходит. Ну, там либо в гипсе, либо просто щадя ногу там в ортезе, ну, в зависимости от травмы, не суть, походка начинает искажаться. То есть, заволакивает ногу, начинает ее как-то щадить, давление на стопы распределяют уже неравномерно. Через три месяца это заходит на привычку настолько, что когда он приходит, ну, опять же, как пример, к хирургу, ему говорят, что ну все, теперь ходи, там швы там сняты, не знаю, там гипс удален, все заросло, и он такой, ага, и снова идет. Заволакивает ногу, щадит, распределяет вес неравномерно, там что-то наклонится, дальше, дальше. Ему начинают говорить, что ну ты мол, типа чего, как, ты же можешь. Он такой, могу, но не могу. Головой понимаю, сделать не могу. Подкорка перестроилась. Ее функция адаптироваться к любым условиям, включая внутреннее, для того, чтобы все-таки выполнять свои базовые функции. Мы сейчас не будем там про дыхание и сердцебиение, хотя это тоже важно. То есть, основная функция тела все-таки двигаться, потому что без движения, ну, движение – жизнь, а без движения, сами понимаете. Особенно все эти вещи проявляются, когда мы реабилитируем ребенка. То есть, например, родовая травма шеи, с рождения шея свернута, голова установлена неправильно, кровоток нарушен, там, не дай бог, спинной мозг даже выше ми, уж головной вообще молчу, и эти условия ребенок воспринимает как норму. И к этим условиям он привыкает. И когда уже поставили позвонки, уже решили вопрос с кровоснабжением, уже даже убрали мышечные спазмы и тонус начинает нормализовываться, ребенок все равно как ходил криво, так и ходит. Если он не ходил, значит он как ползал там одной стороной, а вторую волоча, он так и ползает. Родители постоянно задают вопросы. Где, мол, типа улучшения? Я говорю, стоп. Сначала мы восстанавливаем базовую функцию кровоснабжения, потом базовые функции нервной системы, то есть рефлексы, тонус, мышцы. А потом вы должны научить, а для детей, для большинства вообще с нуля научить, даже не то, что там вспомнить. Вы должны научить двигаться как надо, при условии, что ребенок не просто никогда этого не знал, он вообще умеет только по-другому. В норме психика все-таки ориентирована на новизну, ну в определенной такой пропорции. Новизна, интерес, это то, что дает нам такие достаточно яркие состояния. Некоторые, конечно, пытаются замещать адреналином, но все-таки новизна интересней. Опять же, говорю про физиологию мозга, там личные предпочтения не затрагиваем пока. Так вот, здоровая психика ориентирована на то, чтобы двигаться и физически, и там, допустим, психически все-таки в новизну. А вот когда возникает потребность реабилитации, это значит, что травма или ее последствия настолько сильно, ну, скажем так, затратили, что ли, жизненные силы, что ты пытаешься, у тебя не получается, ты пытаешься, у тебя боль, ты пытаешься, у тебя кружится голова, ты пытаешься, у тебя просто не получается, опять боль, опять кружится голова, там, не знаю, там, срываешься в агрессию. То есть, когда много раз вот так вот пытаются, либо это ребенок, либо взрослый с какой-то там действительно тяжелой травмой, психика деформируется. И природная установка на новизну и на интерес, она начинает гаснуть. И у нас есть вторая, то есть инстинна самосохранения, сбережение энергии, там тело стремится к гомеостазу. И начинает задумываться, в первую очередь, подкорка. То есть, а надо ли нам эта новизна, если все равно ничего не получается, затраты колоссальные и элементарно чуть ли не вопрос выживания приходится решать. И мотивация сжимается в точку. И если это ребенок, то обращаются обычно через какое-то долгое время, то есть там может быть год-два и больше, и за это время мотивация уже сжалась. Хотя в принципе для взрослого, если он сильно травмирован, месяца уже через три, через шесть она уже начинает сжиматься, а через год можно сказать, что все. Говорят, что там сломали человека психически тоже. Мотивацию, конечно, можно вырастить, не вопрос. Выращиваться на маленькими победами, но для этого уже нужна внешняя помощь и для этого нужна дисциплина. Все вместе получается, все вместе и должно называться реабилитацией. По факту мы имеем, будто начисят 2018 год, реабилитация это комплекс методов, направленных и дальше много-много-много слов, а по факту ни на что не направленных. Психологов в реабилитационных центрах я не видел вообще нигде. Хотя психика и физика, они примерно пополам. Базовый принцип условного рефлекса. Нервная система делает что-то новое, вы либо подкрепляете ее, условный рефлекс, положительная обратная связь, дальше она будет делать лучше в этом же направлении. Вы не подкрепляете, она не будет делать в этом направлении. То есть в принципе вот на этом вот и держатся основные ошибки, что подкрепляете вы не то поведение. И с другой стороны, вы не подкрепляете то, что нужно. Это сложно, это требует самоконтроля. Но если вот этим обладевают, то я видел доцепочников, которые годами носили ребенка на руках, через два месяца они ходят сами. Они годами пытались хоть какую-то коммуникацию, через два месяца они начинают разговаривать. Не, ну не как я, конечно, но начинают разговаривать. Осознанная коммуникация хотя бы словами, а не какими-то там жестами. Пусть слово из двух слогов наплевать. То есть вы понимаете, во сколько раз можно ускорить процесс восстановления, если работать на вот этих базовых принципах нервной системы. Это большое дело, это трудно, но и награда велика. Большинство матерей, если мы говорим про ребенка, не замечают мелких побед. Почему-то думают женщины, хотя всячески это отрицают, но вот если принесли ползающего, то должен вот прям побежать, вот прям через месяц. Конечно, должен вырастить мышцы, вырастить связки, научиться все вот эти суставы, там взаимодействию их, там кровоток в мозгах должен устаканиться, даже если он уже нормализован, и на все это тратится месяцы. Нет, вот прям вот-вот хочется ей, ладно хочется, про ожидания мы уже говорили, мелких побед не замечаю ей совсем. Вот у него, допустим, у ребенка опять же, как пример, не двигались пальцы на стопе и задвигались. Целый сектор нервной системы начал работать, начал работать, значит дальше будет лучше. Это вдохновляет, вдохновляет, не замечала. Показываю. Ну да, типа и чего? Я говорю, ты видишь, что это новая, это победа? Вижу. И чего? Будете делить победы на большие и маленькие, побед не будет вовсе, имейте в виду. Опять же, от состояния матери опять же зависит ребенок, но и опять же для себя. То есть я, когда вот со своим коленом возился для себя в одиночку, естественно, я тоже от себя ждал, что сейчас я через два месяца побегу. Естественно, так не получилось три недели только в гипсе. И вот потом, только тогда, когда я начал замечать каждые там несколько градусов сгибания, я боролся за сгибание, потому что гипс был прямой, когда я начал замечать каждые несколько градусов, там и кровоток усилился, усилилась скорость положительных изменений, мне стало легче свои собственные спазмы убирать. То есть, представляете, в одном теле, но разные уровни, они взаимодействуют по-разному. И вот в корее в осознании не должно быть осуждение, должна быть благодарность ниже лежащим уровнем, которые отвечают за вот непосредственно все вот это, что да, вы работаете, мы одобряем, мы видим все это. Ну, кажется, конечно, бред, пока не столкнешься. То есть, одобрять свои собственные маленькие победы и одобрять маленькие победы ребенка, ну или там, если взрослого, если кто-то ему помогает, это принципиально важно. Будут маленькие, будут и большие. Что делают матери? Вот допустим, ребенок ползает. Ребенок, мы его собрали на столе, ребенок ползает по полу, ну вот захотел он спуститься со стола, пол теплый, отпускаем, пожалуйста, поползал, подвигался, потому что ему в движении легче. Ребенок хочет встать. Что он делает? Он начинает, естественно, орать, ну там звать, там еще что-то, ну так орать, конкретно прям настаивать, что вот поднимите меня. Что делает, как правило, отец? Отец стоит, собственно и смотрит. Что делает мать? Ути-пути и сама к нему садится, берет на ручки, подымает. Забота, сто процентов. Только вы понимаете, что вы формируете ребенку привычку, у него было желание встать и что-то там получить, стоя, ну не знаю, обзор там или там дотянуться до чего-то. И в этот момент был выбор. Делать ему самому это все. Он, естественно, будет недоволен. Вообще мы, когда учимся чему-то новому, мы все недовольны. Это, наверное, тоже у нас заложено. Но он мог учиться сам, естественно, с первого раза не получится, но ведь мог учиться. А вот второе, чего не учитывают женщины, которые вот так делают, хотя отцы тоже есть, но реже, вы уже начинаете формировать ему привычку покричал-получил. Где здесь движение? В этой схеме движение нет. Если вы будете вот так вот постоянно делать, у ребенка нет мотивации. Наша мотивация это неудовлетворенность. Не надо путать это с каким-то физическим дискомфортом. Физический дискомфорт, боли, наказание, это все вообще потом отдельно рассмотрим. То есть ребенок что-то хочет, то есть что-то это значит чего-то нового. Он должен это получать с помощью того, что он обучается делать сам что-то новое, и тогда он что-то новое еще и получает. Короче, как собак дрессирует, сидеть, молодец, на конфетку. Это физиология. И на начальном этапе реабилитации мы работаем как раз вот примерно по таким принципам. Да, конечно, потом мы будем с ребенком разговаривать, там интеллект, социализация, но когда мы работаем с телом и нам нужно поднять хотя бы до стоячего положения, мы работаем с подкоркой, то есть вот как раз вот такое сознание чисто на рефлексах. Либо вы относитесь к нему, что да, ты можешь, но ты можешь сам. Можете подсказывать, можете помогать, встать, можете делать что угодно, но все-таки сам. Идея, мотивация, то есть у него есть мотивация, ты сам ее реализуешь. То дети после определенного сопротивления или даже без него, они начинают понимать, что ну да, почему бы собственно не попробовать и начинают пробовать. Вот здесь вот второе. Пробуя, допустим, через стул, ну опять же на примере ребенок ползет, рядом есть стул, стул начинает вставать, опирается, там качается его, он пытается шагнуть. У ребенка есть доля уверенности, это плюс. Иногда приходится с нуля эту уверенность еще и растить. У него есть готовность к риску, но он же понимает, что все-таки он может упасть. Ну короче все вот эти качества бывают в ситуации, когда приходится растить с нуля, если очень тяжелая ситуация. Если это есть, это большое благо. Так вот у него есть значит смелость, готовность к риску, он пытается что-то делать. Опять же, что делают родители? Отец, как правило, стоит, наблюдает и если отец шаристый, то он готовится страховать ребенка, но так, чтобы тот не понял. То есть он так сам уже на изготовке, что мало ли что, то есть в момент падения успеть подхватить, а ребенку типа да я вообще не при делах. Для чего это делается? Для того, чтобы ребенок укреплялся, что да это он делает. Ну как на самом деле происходит, не столь важно. Главное, чтобы вначале верил в это. Что делают матери? Ути-пути, давай я тебе помогу и начинают за руки его вести, к примеру. Ну вот вообще каждый раз такие ситуации возникают. Опять же, я женщин прекрасно понимаю, материнский инстинкт, там отсутствие может какой-то информированности, но до этого он хотел сам, а вы включаетесь в процесс самостоятельности и по факту вы за него начинаете делать. А любая новизна, она сразу же связана с обучением. То есть он просто так и запомнит. Я захотел, тут где-то рядом окажется мама и мама за меня сделает. Вы думаете, он в следующий раз пойдет делать сам, без вас? Ничего подобного, он звать будет. Он будет звать, он будет недоволен, почему ты тогда ко мне пришла, а сейчас ты не пришла, я же тебя жду. Вот если женщина не может справиться со своими инстинктами, она вынуждена компенсировать вот такую вот привычку. Без подкрепления через пару недель, там через четыре недели она гаснет, но вы возвращаетесь опять к этой же точке, что сам и страшно, качается, но как правило потом все-таки шагает. Да, матери нужно присутствовать, так, для атмосферы, для поддержки. Быть, допустим, готовой подхватить, да, но само-то движение, то есть в радиусе это метро-то, у ребенка не должно быть ничего такого, он должен сам этим всем управлять. Таких вот аспектов, которые все-таки сводятся к самостоятельности, точнее поначалу может быть вообще к иллюзии самостоятельности. Таких аспектах можно насчитать сотни, но я думаю, что принцип вы поняли. То есть вы, безусловно, готовитесь страховать и создаете условия, там не знаю, там толстый ковер на полу, там еще что-то, там залепили скотчем розетки, обернули мягким все острые углы, чтобы можно было пространство оставить и пойти хотя бы на кухню. Но падение это часть самостоятельности и тоже об этом приходится говорить. То есть упал ребенок, пытался делать что-то новое, все хорошо, молодец, оступился, упал, не справился с управлением, что называется. Что делает отец? Ну, например, берет на руки и ну просто гладит по спине. Что делает мать? Она начинает разглядывать повреждения. Нет, вы представляете? Есть разница, успокаивать в принципе, это значит подкреплять, что ну да, ты молодец, ты делал хорошее дело, у тебя не получилось, мы тебя любим. Вот такая штука. А вот акцентировать на повреждениях, это уже большая ошибка. Ведь ребенок изначально не думает о своих повреждениях, ну вообще не думает. С одной стороны это минус, а с другой стороны это плюс. Если бы он думал о повреждениях, он бы не пошел в новизну, это очень страшно. А так он идет в новизну и ушибается, и идет снова. И если вы приучите его смотреть на повреждения, он не пойдет. То есть вот наблюдая, когда приносят детей вполне таких с хорошим потенциалом, мы их собрали, а потом ребенок не реализует свои способности, потому что ну как правило мать, хотя может быть бабушка, да и отцы тоже бывает грешат. Вы просто забрали у него мотивацию, не понимая этого. А без мотивации тело, ну что тело, ну просто тело. И не идет ребенок к новизну, нет у него новых навыков. Он способен, но не делает. Это очень такая, ну печальная ситуация. Так вот, на повреждения смотреть смысла нет. Нет, вы смотрите для себя. Вы там что хотите делайте. Хоть под ультрафиолетом, хоть на рентгене, хоть на МРТ, как хотите для себя. То есть взрослый что-то делает с ребенком, ну со своим естествием. Это совсем иначе воспринимается, чем когда он плачет и вы начинаете там ути-пути-чинячок, мы сейчас замажем. Замажете. Вот острота ситуации пройдет хотя бы через три минуты. И делайте, что хотите. Нет, я не говорю, если там бровь растек, там конечно надо заклеивать или можно зашивать. Но опять же, можно зашить, потому что надо зашить. А можно из этого создать такое событие. И вы думаете, ребенок этого не слышит? Они все запоминают. Они запоминают и делают выводы. Все выводы ребенка, хотя взрослого тоже. В принципе, то же самое люди и с собой делают, что ой, я ушибся. Опять же, вы можете на себе точно так же разглядывать синяки и себя жалеть, вместо того, чтобы себе давать команду. Вот вещи, что я описываю, они спокойно могут происходить в сознании человека, каждого по отдельности. То есть у нас все равно есть такой набор черт мамы и папы, как на памяти. И ты сам в себе бывает играешь, что вот я как будто ребенок, и вот как будто мама с папой со мной каким-то образом обращаются. Звучит как бред, но когда я попал со своим коленом в гипс на три недели, потому что на спортивной тренировке, ну очень так неправильно повел себя, подставился просто под травму по факту, как потом оказалось. Ну хотя мне казалось, что я там сейчас надо победить. А по факту, в общем, три недели в гипсе и еще полгода реабилитации со своим собственным коленом. Вот эти три недели в гипсе, они на психику действуют очень подавляюще. Когда каждое движение вызывает боль, я на себе прочувствовал, что думаю, ну как быстро мы вообще готовы отказаться от чего угодно, потому что больно. Потом, когда, значит, гипс уже сняли, я ходил в наколеннике, ну прикинул, что полтора месяца прошло, связка должна была в общем-то зарасти, я начинаю колено гнуть, оно не гнется. У меня дрожат мышцы, меня самого колотят, у меня не гнется колено. Я сделал для себя очень много неприятных открытий. Во-первых, мотивация теряется быстро, во-вторых, растить ее действительно трудно, в-третьих, страх накатывает из ниоткуда. Я мозгами понимаю, что все хорошо, я волей держу свое тело и пытаюсь его контролировать, но животный страх катит откуда-то, я не знаю, с продолговатого что ли мозга и просто глушит все мои попытки. Поначалу, конечно, приходилось обливаться потом, но потом уже через пару дней стало полегче, первые победы вдохновляют вообще вот так. То есть, в принципе, мы возвращаемся к норме тоже быстро, но главное, чтобы была самостоятельность, главное, чтобы была дисциплина, не строгость, дисциплина. Никаких щучуканий в отношении себя вообще не звука, залипаешь вообще напрочь, как муха в мед и тонешь потом. И маленькие победы не так вдохновляют, что потом уже, уже через неделю я уже наоборот забыл об осторожности, только боль меня останавливала в самом повреждении. Если коротко резюмировать на примере ребенка, то роль матери сводится к мягкой поддержке и выравниванию своего эмоционального фона, то есть нейтральное отношение к позитивным и негативным проявлениям, то есть получилось, не получилось, там ударился или побежал, неважно, фон ровный. Дети очень зависимы от колебаний эмоционального фона, зависимы настолько, что вы себе не можете даже представить, если не увидите просто это буквально со стороны, но чужих, кстати, можете заметить. То есть, вот настроение матери меняется, меняется состояние ребенка, вплоть до того, что не может ничего делать или наоборот может, если состояние хорошее. Роль отца сводится к, скажем так, подаче примера, в первую очередь преодолению. То есть, отец демонстрирует, что вроде как я могу и ты можешь. Ну там мальчик, девочка поначалу не столь важно. То есть, базовые такие принципы. Мать одобряет попытки, отец тоже одобряет попытки и задает как бы подход. Остальное делает ребенок сам, вы не сможете сделать за него. Нет, вы можете сделать за него, но в перспективе он тогда потеряет самостоятельность и чем вы вообще занимаетесь. То есть, я занимаюсь тем, что я развиваю самостоятельность, развиваю возможности. Если вы занимаетесь тем же самым, тогда можем поработать. Если мы говорим про взрослого, допустим, сам себя восстанавливаешь после чего бы там ни было, то самого себя нужно молча одобрять, свой собственный эмоциональный фон выравнивать, нейтрально относиться и самому себе подавать пример, что ну вчера же ты не смог, а сегодня смог, там хоть пальцем подвигать, но ведь смог же, смог, значит завтра сможешь что-то еще. То есть, самому с собой все то же самое, это базовые психические такие вещи, опять же завязаны на физиологии просто мозга. По детям есть еще одна ситуация. Мозг созревает этапами. Почему до 7 лет не берут в школу? Потому что нет у ребенка критики, он не способен ее сформировать, потому что мозги еще не готовы просто механически. Не механически, не химически, вообще никак не готовы. Весь школьный возраст мозги созревают в процессе созревания, это значит, что ребенок еще тоже мало на что способен, но возможности растут. И вот условно после школы к 18 годам только-только созревание мозга закончилось, вроде бы человек способен какие-то решения принимать, но опять же жизненного опыта нет, знаний много каких нет, какие знания есть обрывочные и много чего такого. Вот ребенок, если мы его восстанавливаем, ему по паспорту может быть сколько угодно, а по факту тоже сколько угодно. И есть дети, которые старше своего возраста в каких-то вопросах, а в каких-то младше, а есть те, которые намного младше во всех вопросах. Так вот относиться нужно к тому, как есть по факту. Паспортный возраст не значит ничего. В условиях ишемии, какие-то этапы вместо месяца занимают годы и нам-то нужна реальность, то есть как есть на сейчас. Про перспективу конечно нужно обсуждать индивидуально, но приходили семьи, а вот там ребенку 12, а он там допустим не может ничего, короче по итогу ему 5. Я говорю, слушай, ну на ты просто проще. Я говорю, чего делать-то будем? Они такие, так вот он должен там в 12 это должен в 12 это. Я говорю, ну ты же видишь, что по факту 5 ему. Так ну типа да, обиженно ведь хочется. Я говорю, ну так и хорошо, так мы начинаем с того, что ему 5, а для 5-летнего он как? Она такая, ну вроде как ничего. Я говорю, ну так значит задача с 5 до 12 там допустим догнать, правильно? Правильно. Сейчас препятствия уберем, будете восстанавливать. Для чего все это? Для того, чтобы ваши ожидания не превышали возможности ребенка. Будут превышать, вы сами будете переживать. Ребенок, я говорил, зависим от эмоционального фона, он вообще не пойдет в развитие. Зачем самому что-то делать, брать на себя ответственность, рисковать, если мать заранее недовольна? Не будет ребенок этого делать, имейте в виду. То же самое, если вы допустим восстанавливаете себя и вы относительно себя имеете неадекватные ожидания. Все то же самое, только внутри себя. А вот я должен был тогда-то, должен был тогда-то, на примере моей суставной травмы, пока я лично не занялся кровотоком через сустав активации, ну не через, а вокруг, восстановление шло в час по чайной ложке. Мне делали конечно физио, там делали еще много чего. Вообще больница там, ну хорошо там, скажем так, занималась моей реабилитацией, помогали чем могли, но пока я сам не занялся, я не имел как такового результата. А ожидания-то уж себе построил, будьте гнать. Но сам занялся, в первую очередь получил информацию, в каком на самом деле состоянии сустав, потом увидел достаточно быструю динамику от своих действий, получил укрепление, опять же психики в первую очередь, ну и дальше, 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 в общем в принципе восстановился, бегать могу, работает сустав. Не вспоминаю. Вот, хотя был риск, что если повредил связки, то вплоть до того, что сшивать потом это все дело. То есть ожидания это тоже важно. Еще скажу про политику отцов и про политику строгости к самому себе. Тоже частично завязано на ожидания, но нельзя затягивать гайки дисциплины, что в ребенке, что в себе. Нельзя затягивать эти гайки до предела. Нервная система всегда имеет какой-то оптимальный путь, оптимальный путь для нервной системы, как правило, ленивый путь. Да, мы сдвигаем этот путь в сторону развития, даже если будет это развитие, все равно есть куча разных вариантов. Есть процент на ошибку, обязательно у всех есть процент на ошибку, есть процент на лень, ну тоже есть, есть процент на спонтанное какое-то влияние внешних условий. То есть вы ждете от себя, допустим, что я всегда смогу уходить ровно, а по факту там отвлеклись, там забыли, там еще что-нибудь, потом спина заболела. Будете вы себя за это грызть и насиловать вот таким вот способом или не будете? Будете вы ребенка после правки, допустим, заставлять 24 на 7 ходить с прямой спиной или не будете? У меня в системе нет вот такой дисциплины, я от нее отговариваю, она нам не нужна. Нам нужно напомнить нервной системе, что она может управлять этим телом. Напомнить можно часто, а вот постоянно это напоминание держать в голове это просто трата сил. Трата сил туда можно все потратить, не получив результата. То есть напоминать это напоминать, чтобы захотелось самостоятельно, а вот насилие это насилие. Этим, конечно, как правило, страдают отцы, хотя иногда у женщин тоже проявляется. Хотя в принципе, если вы имеете адекватные ожидания, то уже не будете так вы ошибаться, но все-таки. Тело функционирует на основании симметрии. Позвоночник это ось, лево-право одинаково по длине, по массе, по амплитуде движения. Стремимся мы всегда к этому, без разницы с чего мы стартуем. Насколько мы приблизились к симметрии, настолько же мы заложили время относительно успешной жизни. Ну, допустим, для ДЦПшников нелеченных, если они даже начали ходить, то в среднем в 27 они из прямых снова сгибаются, если ничего не сделано с позвоночником. Много таких приходило, уже взрослых. Вот все как один, после 27 количество жизненных сил, оно начинает спадать в организме, ну, фаза бурного роста закончилась. И все косяки, которые до этого покрывались жизненной силой, ну, компенсация, да, медицинский термин, все, что было в компенсации, оно становится декомпенсированным, не хватает сил. Поэтому, чем строже мы вернулись к симметрии, хотя для каких-то там переломов или там ДТП, ну, то же самое характерно, чем ближе мы вернулись к симметрии и вот этим всем изгибу там шейному, поясничному, грудному, свободе, ребер, форме грудной клетки, ну, все-все-все, как вот по чертежам создателя, я иногда шучу. Насколько мы это сделали, настолько же мы улучшили жизнь. Мы, потому что я делаю, но там, допустим, семья, если это ребенок или сам взрослый, вы закрепляете. Вы закрепляете, вы разворачиваете все это в себе, то есть заводите на привычку, начинаете этим пользоваться. Так вот, первое, да, цель, симметрия. Второе, тело создано для движения и поэтому с учетом первой цели лучше какое-то малое время, но походить качественно и пусть потом ты будешь лежать. Но мы не просто тренируемся, вообще нет такого слова тренируемся, то есть в моей практике есть обучение с точки зрения ума и есть обучение с точки зрения заведения на привычку, то есть для коры, для подкорки. Потому что если вы научились, вы это делаете потом всю жизнь, а вот эти все тренировки, знаете, они, если они неправильные, через месяц уже все, их уже нет. Месяц не занимаешься и каранты всем тренировкам. Обучение запомнишь на всю жизнь. Так вот, лучше пять минут походить нормально, качественно, а потом лежать, отдыхать, а потом снова качественно ходить, чем полдня как-нибудь ползать. Кто-то говорит, что ну вот, вот лишь бы двигался. Не, стоп, качество все-таки важно. Если двигается как-нибудь, на подкорку снова заходит это как-нибудь, вы его потом это как-нибудь, вы его не выцарапаете оттуда. Очень сложно. Поэтому, если мы начинаем реабилитацию, я предъявляю достаточно высокие требования к качеству, то есть обеспечьте качественное движение. Ну, для себя или для ребенка не важно. Насколько вы обеспечили, настолько же быстро вы пошли в улучшение. Смотрите, как это физиологически обосновывается. При таком раскладе, там механизмов десяток, но я объясню самый простой. Вот при таком раскладе диафрагма, она с одной стороны помогает создавать внутрибрюшное давление, а внутрибрюшное давление помогает поддерживать поясницу, а с другой стороны диафрагма помогает не просто качать мне воздух в легких, она помогает качать мне лимфу снизу вверх и венозную кровь снизу вверх. И если для венозной крови там просто отверстие в вене, то для лимфы там есть такой типа резиновой груши небольшой сосуд. То есть диафрагма вообще как насос, как тонометр мы накачиваем, она вот так вот каждым своим вдох-выдох движением качает лимфу вверх. Если мы будем сгибаться ниже определенного предела, диафрагма эту насосную функцию не выполняет, мы перегружаем сердце у того человека, у которого так случилось, ну там она сама перегружается. Минус питания суставом, забиваются категорично мышцы, что там с нервами на ногах я вообще молчу, они на кровоснабжении очень завязаны. То есть понимаете, да, то есть вот так вот ты имеешь два плюса, плюс дыхание, плюс подъем жидкости и кровоток, да, а вот так ты имеешь два минуса и в теле все вот так построено. То есть вот так вот оно работает, а вот вот так вот, извини, уже не работает. И поэтому ты либо ходишь прямо, либо в конечном счете ты просто ложишься. К сожалению, реальность вот такая.